Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по статье Равкука «Авудат Илоим» «Служение Богу». Это, в общем-то, статья о словах веры. Сегодня у нас третий урок. Мы его проведем за поднятие души моего прадеда Бениамин бен Давид. И также немножко позже, в это время, где-то через пару недель, большая часть моей семьи погибла в катастрофе. Тоже за возвышение души мы проведем этот урок. Хорошо. С вашего позволения давайте приступим. Всем видно, всем слышно. Правильно? Видно, слышно? Понятие «Служение Богу» в низком варианте соответствует общему пониманию божественного, когда он находится на примитивном уровне у человека. Это служение раба. Я обращу ваше внимание, что в конце страницы прав упомянет служение. Служение сына. Давайте сразу перелистаем туда, где это у нас будет. Это и есть просвещенное служение Богу в служении сыновей. То есть у нас есть лесенка «От служения раба к служению сына». Понятие «Служение Богу» в низком варианте соответствует общему пониманию божественного, когда он находится на примитивном уровне у человека. Это служение раба. Но оно растет и увеличивается по мере того, как развивается внутренний образ понимания Бога. Если у некоторого человека моральные и интеллектуальные силы развиты как следует, в соответствии с его статусом поколениями, а внутреннее понимание Бога стоит на низком уровне, когда неизбежно возникнет внутри него мощный протест против всего, что относится к служению Богу. И нет этого никакого лекарства, кроме одного – подлинно возвысить имя Бога внутри человека, а именно в чувстве высокого прекрасного и в знании охватывающем, возрастающем или, как минимум, соответствующем тем образцам величия и благородства, которые хранятся в его душе. Тору благословляют в начале изучения, когда имя Господа вызову «Давайте возвеличим Бога нашего». Однако… Ну, хорошо, давайте остановимся здесь и начнем разбирать этот отрывок. Значит, первым делом я хочу обратить наше внимание на параллель. И если у некоторого человека морально-интеллектуальные силы развиты как следует соответствовать статусу и поколению, а внутреннее понимание Бога стоит на низком уровне, Рад сейчас возвращается к тому, что он говорил в начале статьи. Давайте перелистаем и посмотрим. На первой странице, первый урок. И если найдется поколение, одно или несколько, у которых все их общие понятия выросли и развелись, а на этот участок понятий божественного не простирали руку трудящиеся и развивающие, когда останется это поколение в приниженном, удручающем положении и умножаются в нем трещины со стороны религии. Одна брешь на другой. То есть мы можем сказать, что между, то есть Рад возвращается сейчас к своей теме, то, что было у нас между, это, в общем-то, какое-то отступление, это в скобочку. Сейчас Рад возвращается к идее о том, что у нас есть добрый вечер Нахама. То есть Рад возвращается к тому, что у нас есть напряжение между общим развитием человека и человечества. Возвращается к тому, что у нас есть напряжение между общим развитием человека и его религиозными представлениями. И это напряжение ничего хорошего теперь не несет. Теперь давайте сначала попытаемся по предложению отрывок разобраться. Понятие служения Богу в низком варианте соответствует общему пониманию Божественного, которое находится на примитивном уровне у человека – это служение Рома. Служение Богу, уровень служения Бога, он вытекает из моего представления Бога. Как это ни странно. Мы сказали, что, как всегда, мы сейчас будем кусать свой хвост. О Боге нельзя его никак представлять. Но вся эта статья о том, как нужно представлять Бога. Несмотря на то, что представлять его никак нельзя. И это очень-очень важно. Какую картину Бога мы рисуем у себя. Так вот, что такое примитивное представление о Боге? Это капризный Бугай, который от меня что-то требует. Мне абсолютно непонятны его мотивы, и он очень-очень сильный. И действует по своим капризам. Мне абсолютно не ясно. Что из такого представления о Божественном проистекает? Как это? Служба мусульман, да? Муслим покорный. Покорность, да? Я перед этой великой силой абсолютно непонятный. Я покоряюсь. Убежать никуда не могу. И так работаю. Делаю то, что сказано. Работа – работа. А подспудно стараюсь убежать. Понятно, да? Потому что тяжело – это очень тяжелая наша. Что может быть выше уровня представления о Боге? Когда я представлю Бога моральным субъектом, во-первых. А потом уже все остальное. Это вот основной взгляд мой на морального субъекта. Личность моральная. Кстати, давайте здесь сделаем отступление в скобочках. То, что сейчас скажу – это мои личные идеи. Так что можно меня закидывать гнилыми яблоками. Мы, помните, упоминали на прошлых уроках, что у наших модуляторов встречаются в том числе представления о Боге как… о Боге телесном. Там с руками, ногами, который гневается и так далее. Упоминали Раавада. И еще в наших книжках есть такое, да? До времени Рамбама, который пришел, сказал, что все это неправильно. И во время Рамбама был спор, и потом они тоже были, но на сегодня их споров уже нет. На сегодня представление о Боге, что у него там с руками и ногами – это уже не иудаизм. Я хочу спросить такой вопрос. Если это так страшно и ужасно – представление о Боге с руками и ногами, то почему Тора абсолютно то, с чего Раав начал нашу статью, почему Тора абсолютно не стесняется и не боится этого обесчисления Бога? Пишут там «Рука Бога», «Длань Бога», «Палец Бога» и так далее. Мое предположение такое. То, что Тори, в основном, письменные Тори. Для этого у нас есть устная Тора. Устная Тора нам объяснит, что Бога там нет тела, нет рук, нет ног и так далее. Все хорошо. А устная Тора, первая ее задача – это именно это. Она хочет нам объяснить, что Бог – он моральный субъект. Это нам гораздо важнее, чем абстрактные философские понятия – есть у Бога тело или нет у Бога тела. Это гораздо важнее. И поэтому, Тора, теперь, если я общаюсь с каким-то человеком и я буду слишком настаивать на том, что у Бога нет тела и из-за этого пострадает представление о Боге как о моральном субъекте, то я проиграл. Да, моя вера стала более чистая, более правильная. А в общем, про движение я проиграл. Поэтому Тора продвигает основное. Люди с представлением, которое у них есть и было, гораздо важнее для Торы продвигать представление о Боге как о моральном субъекте. И это основной месседж, основное послание всего Танаха. Несмотря на то, что, в общем-то, опять-таки, по нашей вере, как мы не раз упоминаем, это неверно. Бог, он не ограничен моралью, он над моралью. Он вообще не ограничен ничем. Тем не менее, Танах нас убеждает в том, что Бог – он моральный субъект. Потому что, как Раф вам сейчас будет объяснять, это вот те самые верные ворота к приближению и к понятию Божественного, из чего истекает правильное и верное служение Богу. Еще раз. Это мои личные мысли. И поэтому меня можно за них закидывать гнилыми помидорами. Идея в том, что мысль о том, что у Бога нет тела, она менее важна перед мыслью о том, что Бог – он моральный субъект. И поэтому основное направление Тора, оно именно, чтобы мы поняли, что к Богу нужно относиться как к моральному субъекту. Раф нам скоро напишет, что на самом деле идея о том, что Бог – он один. Как это? А! Любой это может сказать. Мы тут кичемся, что мы тут… Наше ноу-хау, мы это выдумали, мы это, значит, принесли всему человечеству, что Бог – он один. Раф пишет. А! Любой это может сказать, еврей – не еврей. А то, что важно – это именно подход к Богу со стороны морали. И это, опять-таки, с моей точки зрения, гораздо более серьезная разница между служением Всевышнего и идолопоклонством, чем идея о том, Бог – он один или их восемь. Я понимаю, что в том числе из того, что Бог – один, у нас выходит очень много моральных следствий. Но, если я поставлю одно против другого, в идолопоклонстве боги – они действительно такие вот капризные, очень сильные силы. И очень часто такие вот даже природные силы не личностные. Их нужно, соответственно, основная разница здесь между иудаизмом и идолопоклонством, она не в том, сколько богов. Одно из имен Бога – это Илуким во множественном числе. Основная разница, по-моему, между иудаизмом и служением идолам – это не в количестве богов, а в том, что наше отношение к Богу, оно проходит через мораль. А в идолопоклонстве там может быть даже один бог. Но это какая-то высшая сила к морали никакого отношения не имеет. И это принципиальная разница. И это, насколько я понимаю, также основная красная нить, которую раб будет проводить в нашей статье. Соответственно, а что это такое вот возвеличение Бога, из которого проистекает служение Богу более высокого уровня? Это именно отношение к Богу как к моральному субъекту, а не как к очень сильной, абсолютно непостижимой какой-то чужой силе. И это разница. Давайте вернемся к нашему тексту. Стоп. Мы что-то написали в чате. Раб разделяет Абудота Шема, Абудота Лукин. Может быть, не в нашей статье. В нашей статье я не видел этого. Раб разделяет в нашей статье работу служения раба и служения сына. И это так. Так, с вашего позволения, продолжим. Но оно, что такое оно, это общее понимание божественного. Растет и увеличивается по мере того, как развивается внутренний образ понимания Бога. Прошу прощения. Оно, это служение Богу. Развивается по мере того, как развивается внутренний образ понимания Бога. И если у некоторого человека моральные и интеллектуальные силы развиты как следует, в соответствии его статусу и поколению, а внутреннее понимание Бога стоит в низком уровне, тогда неизбежно возникнет внутри него мощный протест против всего, на что относится к служению Богу. Раз здесь в какой-то мере оправдывает возникновение стекулярного движения тем, что, как это, раввины не сделали свою работу по поднятию представления Богу. И нет у этого никакого лекарства, кроме одного – подлинно возвысить имя Бога внутри человека, а именно в чувстве высоком и прекрасном и в знании, охватывающем возрастающим. Итак, у нас есть чувства и знания. Или, как минимум, соответствующим тем образцам величия и благородства, которые хранятся в его душе. Дорог благословляют в начале изучения. Когда имя Бога воззову, давайте возвеличим Бога нашего. Добрый вечер, Андрей. Значит, при чем здесь пасук, который нам сейчас Раф его привел? Обычно пасук, стих, который Раф приводит в конце отрывка, он очень важен, потому что он в себе заключает в сжатом виде все, что Раф нам хотел сказать. Итак, когда мы учим Тобу, нужно первым делом увеличить Бога. Увеличить представление о Боге. Раф здесь намекает на то, что есть Медраж, который говорит, если не ошибаюсь, даже где-то в Гмаре, что Всевышний говорит, что я не разрушил храм, если не ошибаюсь, а только из-за того, что оставили, что не благословляли на Тору сперва. Раф там говорит, что были мудрецы в том поколении, Тору изучали. Да, да, да. Не было разрушено Иерусалим, но только из-за того, что не благословляли на Тору все. Представьте себе, мудрецы сидят в Доме Учения и забыли благословить на Тору. Что сделать? Что Раф говорит? Что такое благословение, забыли благословить на Тору? То, что здесь есть. Когда мы, до изучения Тора, мы должны возвеличить представление Бога. Когда имя Бога вызову, давайте возвеличим Бога нашу. Ки ше ваше макра, а в угоден на лей. Вообще-то мы это говорим перед частью молитвы Амедада. То есть получается, что это и необходимое состояние души перед молитвой. Икра, в общем-то, это как бы связано больше даже с молитвой, чем с изучением. Итак, с вашего позволения продвинемся еще немножко по нашему тексту. Однако, все время, пока понятие служения Богу находится на уровне служения, относящегося к сущности, ногой не прикрытой пониманием идеалов, которые присутствуют внутри сущности самого понятия служения. Остановимся здесь. Я подчеркну в очередной раз, что раб каждый раз, когда он упомянет Бога как сущность, он обязательно сразу же скажет без божественных идеалов. Здесь тоже. На уровне служения к сущности, ногой и не прикрытой пониманием идеалов, то есть без идеалов. Теперь давайте перепрыгнем здесь немножко. Однако, все время, пока понятие служения Богу находится на уровне служения, относящегося к сущности. Все еще не будет преодолен детский взгляд, который встречается всегда только с сущностями. Итак, пока мы относимся к Богу только на уровне сущности божественной, это детский взгляд. Сейчас мы прочитаем то, что мы пропустили. Мы пропустили то, что взгляд подслащен и он там сглажен у углы, тем не менее это взгляд детский. К чему противопоставляется взрослый взгляд? И взрослый взгляд тоже взгляд Израиля. Однако понимание зрелое, отличающее Израиль и так далее. Я уже повторяюсь много раз, Раф тоже повторяется много раз, это нам очень важно, это основа веры. А в чем у нас проблема служить Богу? Сущность Бога, вот великий Бог, абсолютно бесконечный по всем параметрам. В чем проблема служить? Зачем нам накрывать его, как бы одевать его в божественные идеалы сверху? В чем нам так плохо? А так плохо, потому что мы сказали в самом начале, что исчезает моральная составляющая всего этого и остается только служба раба. Давайте теперь, с вашего позволения, прочитаем то, что мы пропустили. Которая присутствует внутри сущности самого понятия служения. Как бы ни было велико, при этом осмысление божественного в формате метафизический, спиритуальный, с помощью всего величия философии, отвлеченного мышления, которое есть в мире, все еще не будет преодолен детский взгляд, который встречается всегда только сущностями. Что имеется в виду? Например, отрицательное отношение к Богу, как наш учит Рамбам, что все, что мы говорим о Боге, нельзя сказать ничего положительного, все, что мы говорим о Нем, не только отрицательно. Когда мы говорим, что Он велик, не имеется в виду, что Он велик, потому что нельзя его ни с чем сравнить, а не имеется в виду, что Он неизменен. Когда мы говорим, что Он живой, имеется в виду, что Он не мертвый и так далее. Потому что о Боге мы не можем ничего сказать положительного, мы можем сказать только отрицательного, какие-то вещи, что не-не-не-не-не. Это вот пример выбролитозной философии, хорошей, правильной. Трав говорит, это все классно, этого абсолютно недостаточно. Отношение к сути божественного, оно не может идти у нас напрямую. Я не помню, я приводил этот пример с одежды из женщины, но если я не приводил, то я приведу еще раз, если приводил, то вы меня простите. Сделайте мне знак, приводил или нет. Идея такая. Мы когда встречаемся с другим человеком, мы хотим сути, душу. Но почему-то Бог сделал так, что душу руками не потрогать. Мы общаемся с душой через тело. Мы понимаем душу, общаемся через тело. Но даже тело нам тоже не схватить. Тело у нас облачено в одежде. Возьмем пример, допустим, замужеством. Мужчина хочет женщину взять в жопу. Хочет ее душу, хочет ее тело. Давайте оставим душу в покое, возьмем тело. Чем отличается проституция и порнография от замужества? Подготовка и подход. Все то же самое. То есть я не лечу напрямую к телу. Я прохожу через одежду. Я встречаюсь с телом, которое одето в одежду. Я встречаюсь с душой, которая одета в тело. И эта одежда, эта дорога, этот путь, это не что-то, что мы чем и пренебрегаем. Самое важное – это суть. Самое важное – это душа. Самое важное – это любовь. Да, это, конечно, самое важное. Но даже более важное – это правильная дорога к этой сути. Если идти неправильно, без нужной правильной подготовки. Например, правильная подготовка к встрече с божественным – это святость. Если я иду напрямую, что называется, в пролом, то это, вы меня простите, божественная порнография. Или очень просто мы скатываемся к… Да, просто. Путь, в нашем случае, он очень важен. И в нашем разбираемой отрывке мы, как мы идем к Богу. Либо мы проламываемся вот так вот к этой сути напрямую, как вот мы… Секундочку, да, сейчас я закончу объяснение, и, конечно, можно спросить, да? Либо я проламываюсь напрямую, смытаясь от своего пути, что это все это, женщину на улице, так сказать, это самое. И зачем мне тут нужна одежда? Либо я продвигаюсь с нужной, правильной подготовкой через посредников, которые нам нужны и очень нужны. Правильной дорогой. И это нам важно. Соответственно, мы учим в нашей статье правильная дорога к Богу. Конечно, я уже, так сказать, перекрыли вперед. Для всех правильная дорога к Богу – это через еврейский народ. Он тут работает вот такой вот этой самой трубой, верный посредник. А вот личная дорога к Богу мы сейчас тоже разбираем здесь и общая тоже. Данна Хамов, пожалуйста. Хотя это не очень как бы согласуется с моим монетом, но общее описание, оно скорее подходит ко всяким эзотерическим сектам, или там стремлением постигнуть Всевышнего таким скачком, без всякой нудности, типа заповедей. Ну, есть такие, да. Я не буду пример проводить. Мой монет все же, он все-таки не такой. Он очень большое значение придает пути, по которому человек идет. Это не совсем то, да? Почему я? Я спорю с моим монетом сейчас? Нет, нет, как-то это… Я упомянул моим монетом в смысле отрицательной философии, не более того. А почему я с ним вспомнил в чем-то еще? Не-не-не, это как бы ваше описание того, как исключить путь, а рваться прямо в пути… Я не думаю, что к моим монету это все же применимо, хотя отрицательная философия… Я это не применял к моим монету. Не применял. Я поняла, я поняла, да. Но как бы это у меня связалось? То есть отрицательная философия – это у него где-то, так сказать, определенные… Единственное то, что радость говорит или даже намекает к председателю философии – это хорошо, но недостаточно. Все. Да. Но вот желание миновать все материальное, то, что вы имеете в виду, всякие одежды, оно не приносит пользы в принципе, да? Это не обязательно материальное, это в духовном тоже. Это тоже одежда. У нас же миры облачают один в другой и так далее. Одежда, путь – это всегда нам очень важно. Но это очень сильное при этом желание у человека, и на этом прорезвитируют всякие секты. О, ураво это будет! Ураво это будет! Это, безусловно, очень сильное желание, но это не отвергаем никого случая. Здесь, если что, нужно, опять-таки, правильно поставить правильный угол. Это точно будет. Потому что да. А теперь, до того, как мы перейдем к следующему ответу, я хочу задать два несколько провокативных вопроса. И давайте отведем пять минут на попытки на них ответить. Итак, первый вопрос – в чем избранность Израиля? Второй вопрос – зачем нам нужны заповеди? Еще раз, кто не запомнил? Первый вопрос – в чем избранность Израиля? Второй – зачем нам нужны заповеди? Вопросы, я спрашиваю, не из правильного любопытства, а потому что сейчас Раф будет к этому относиться. Соответственно, в текст не подвязывается. Идеи, пожалуйста. Есть много правильных ответов. Я просто хочу их услышать до того, как мы послушаем, что есть радость сказать по поводу этих двух вопросов. Итак, в чем избранность Израиля? В чем как бы Израиль принципиально отличается от других мировых? Это первый вопрос. И второй – а зачем нам нужны заповеди? Мне кажется, в контексте того, что мы прочитали, что и на тот, и на другой вопрос ответ, что человечеству нужен какой-то адаптер, чтобы воспринять Бога, то есть какие-то как раз одежды, которые фильтры для вот этого света, что, собственно, и делает Израиль. Он принимает на себя основной огонь и фильтрует его, и делает заповеди, то есть подготавливает нас к встрече с истинной сущностью. Хорошо, спасибо. Это правильно. Еще? Если совсем не смотреть в текст и вообще забыть, что я его видела, и просто отнестись к вопросу таковому, то я бы сказала так, что еврейский народ отличается тем, что Бог непосредственно с ним разговаривал, обращался непосредственно к нему и все вытекающие. То есть некоторые отношения, которые Бог построил с этим народом. По этому поводу я добавлю, что Равшерки говорит именно, что для неевреев слишком углубляться в сущность божественного не стоит. Вот евреи, они специалисты, к ним идите. Именно поэтому, что евреи понимают, что, говоря о Боге, нужно всегда хранить улыбочку, ухмылочку. Они прекрасно понимают, что все эти слова, они с ограниченной очень ответственностью, и тогда можно говорить о Боге. Почему они это понимают? Потому что они с ним встречались, безусловно, конечно. Это правильно, это хорошо, абсолютно верно. Я не смотрела дальше. Я думала, может быть, нужен какой-то подобный ролик «Избранный народ», чтобы на нем опробовать вот эту идею приближения к Богу через заповеди, через одежды, через дела, чтобы быть примером потом для других народов. Избранность евреев, чтобы быть примером. Давайте буду записывать. Значит так, адаптер. Правильно. Быть примером, это Рав сам скажет. Тоже правильно. Вообще неправильных ответов пока не было. Вот. Еще какие-то идеи. Но Рав скажет совсем другую вещь сейчас. Еще какие-то идеи. Закончили себе? Ну ладно. Ну чего? Подглядим теперь, что Рав нам говорит по этому поводу? Да. Ну Тору надо было написать про кого-то. Можно я еще скажу? Это еще народ, у которого есть предыстория, то есть за которым Бог долго наблюдал и как бы занимался селекцией, можно сказать, специально выводил и как-то фильтровал там какие-то качества праотцев и так далее. То есть это все не просто так. Божественная история тоже называется. Хорошо. Окей. Не просто так, как Бог этим народом занимался. Хорошо. Ну давайте дадим теперь слово Рав. Итак, мы сказали, у нас есть инфантильное детское служение. Обратите внимание, это низкое служение, оно кошерное. Так можно служить Богу, это нормально. Но это чревато. Это нижний этаж, он кошерный. Он нормальный. Мы никому не можем сказать, вот так служит Богу, вот ты не прав. Но здесь я упомяну это самое Рав Шерки тоже. Он подытожил таким же образом книгу Зоа. Он говорит, о чем книга Зоа говорит. Книга Зоа в основном говорит о двух вещах. Она плачет, это кино, это книга плача о служении на уровне раба и о изгнании. Рав, кстати, в нашей статье нам скажут что-то одно и то же. Да, то есть это, еще раз, служение на уровне инфантильном, детском, низком, на уровне раба. Это служение кошерное. Но в нем есть много опасностей. И что противостоит этому служению? Израильская служение. Однако понимание зрелое. Отличающее Израиль. Рано вам сейчас говорить, в чем сглод Израиль, в чем отличие Израиль от всего остального. Сын мой, первенец Израиль. Как виноград в пустыне нашел меня Израиль, как первая владына-самоковица. Это первость, это взрослость. То, что у тебя взгляд бугер, взгляд взрослых. Это возделывание божественных идеалов, чтобы обработать, усовершенствовать, постараться возвысить и усилить их в народе, человеке и в мире. Это и есть глубина мысли народа мудрого и понимающего, у которого законы восстановления праведные, как вся эта тора. Остаемся здесь. Итак, раб здесь определяет нам еврейскую избранность. Чем евреи отличаются принципиально, как народ, тем, что они подходят к Богу через моральный оборот. Через ворота обработки божественных идеалов. Любви, суда, милосердия, справедливости, правды, мира и так далее. Это принципиальное отличие евреев этой сглотой справки. Интересный цвет, правда? Я не нужна. А теперь мы идем к заповедям. Секундочку, сейчас я хочу дочитать, сказать про заповеди и потом... У которого законы и установления праведные, как вся эта тора, полная высоких идеалов и божественных советов, мощных и верных о том, как реализовать их в действиях всех поколений. Итак, вопрос. Тора, полная высоких идеалов. Это понятно. А вот теперь. И божественных советов, мощных и верных о том, как реализовать их в действии во всех поколениях. Их это высокие идеалы. Итак, что такое божественные советы, мощные и верные о том, как реализовать в действии высокие идеалы? Что это такое? Это заповеди. Мне кажется, это устная тора. Это заповеди. Это заповеди. Спасибо, Андрей. Отлично. Теперь. Почему Раф? Откуда вообще... Во всех поколениях? Это может изменяться? Это заповеди. Секундочку, секундочку. Это заповеди. Реализация в действиях в разных поколениях может быть разной. Да. Это уже Галахан Лима Аце, что называется. Секундочку, секундочку, секундочку. Я тут такой закорючка. Колючка такая, не просто так. Откуда Раф взял? Почему Раф называет заповеди? От слова заповеда, от слова приказа. Мы привыкли к приказам. Почему Раф здесь называют божественные советы? Еще вместо того, чтобы написать одно слово заповеди, он пишет нам тут целое предложение, божественные советы, мощные верные. Что это вдруг? Раф здесь цитируют ту самую книгу «Сияние Зор», которую мы уже привели. В книге «Зор» заповеди называются двумя словами. Одна – это Итим, что это… Это советы. Одна – это советы, а вторая – это приказы. Именно так. Раф здесь цитирует Сефер Зор. И кстати, в одной уроке на иврите мне сказали, что это одно из мест, на которых на Раф Кука была критика. Как ты смеешь называть заповеди советами? Из-за этого могут люди неподготовленные понять, что заповеди соблюдать необязательно. Итак, здесь нам Раф определяет заповеди. Что такое заповеди? Зачем они нужны? Они нам нужны для того, чтобы реализовать в мире божественный идеал. Раф не спорить с тем, что заповеди нам нужны, чтобы справиться с собственной душой и получить кусочек пузырьня будущего мира. Но это не основная цель заповедей. Основная цель заповедей – реализация в этом мире божественных идеалов. Опять-таки, основная, есть много, с разных сторон можно отнестись к еврейской избранности. Как Раф это видит, это путь, это ледокол, который прокладывает для всего человечества, как хорошо сказал Андрей, путь к Богу, через, показывая дорогу, промечая дорогу, как называется дорога, обработка, развитие божественных идеалов. И это разница между Израилем и народом. Теперь давайте я остановлюсь, и кто хотел что-то, какие-то сказать, замечания для предложения, а теперь давайте я буду к вашему суду. Я хотела сказать, мне кажется, нельзя сказать, что у других народов нет идеалов справедливости, мира и всего прочего. Иначе они бы вообще не могли оценить то, что Израиль их реализовывал. А Хидуш, мне кажется, здесь, мне кажется, то, что Израиль это связывает со служением, с реализацией божественной воли, коррекцией нашего представления о справедливости, любви и прочем, с тем моральным уровнем. Вы правы, Нахама. Вы правы, Нахама. Я вам более того скажу, Раф сам себя объяснит чуть позже. Раф скажет, что кроме того, это не то, что у других этого нету, но в Израиле это основное качество. Как бы, что называется, ты его накорми, напои духовной материальной пищей, он не успокоится, пока не протащит в жизнь идеалы справедливости, суда, мира и так далее. Развеи нам культуру, сделаем новый ближний восток, нас все равно будет та самая муха кусать за ту самую попу. Мы не будем следствовать. То есть это основное наше свойство, а не дополнительное. Но это Раф объяснит чуть позже. Безусловно, мы не говорим о том, как вы правильно сказали, что других этого нет совсем, но, обратите внимание, мы понимаем, что на уровне личности идеалы, они есть. Но мы также понимаем все на сегодня, что на уровне народов идеалов никаких нет. Политика дело грязное, и все говорят, и все заняты интересами. Политика двигается интересами. Тот, кто скажет, что политика двигается идеалами, мы скажем, да, ты ребенок, ты инфантили, ты идеалист, у тебя сними розовые очки. А Исраиль, он исключение за двух правил. В Исраиле политика действительно двигается идеалами, и его задача научить этому весь мир. Безусловно, задача сложная. Пожалуйста, еще кто-то... То есть Раф опять еще раз объяснит. Именно продвижение идеалов. Не на уровне личности, а на уровне народа. Здесь я же опять прочитываю Рафшерки. Потому что именно на уровне политики движется человеческая история. Это еврейская избранность. И наоборот. И для этого был создан еврейский народ. Потому что на уровне политики мне нужен народ праведник. Потому что человек праведник мне абсолютно недостаточно. Потому что мы можем сказать, ты праведник. Потому что тебе тут все это обеспечивает народ, который неправедный. Там нет воин, есть достаток и так далее. А не каждый тебя пришел. Пожалуйста, еще кто-то хочет заметить по поводу нашего текста. Я еще раз подведу итог коротенький. Раф нам говорит, что заповеди нужны для развития и воплощения в мире божественных идеалов. А еврейская избранность, она в том, что это народ, который относится к служению Богу через развитие идеалов. И не просто идеалов, а божественных идеалов. И мы увидим еще какая разница между просто идеалами и божественными идеалами. Не уверен, что на этом уровне. Итак, да. Кто-то хочет еще какие-то замечания. Если нет, то с вашего позволения мы вернемся. Это и есть глубина мысли народа мудрого и понимающего, хотя у него законы и основания праведные, как вся Тура. В чем? В подходе к служению через развитие божественных идеалов. А не напрямую в божественной сути. Давайте немножко предложим, почему. Раф это сам объяснить. Знаете что, не будем пролезть. Даже если это будет на следующем уроке. Подождем, дадим Раф самому сказать. А пока давайте прочитаем дальше. Это и есть глубина мысли народа мудрого и понимающего, которого законы и основания праведные, как вся эта Тура. Полная о высоких идеалах и божественных советах. Мощных и верных о том, как реализовать их действие во всех поколениях. Также широко известно, что даже божественные имена, согласно глубине Туры, символизируют не сущность Бога, но только божественные идеалы. Пути Бога, его желания, эманации, сфера от качества, дороги, врата и лики. Слабый отблеск идеального устройства, которых запечатлен также в душе человека, которого сделал Бог пример. И вот это вот очень важное предложение, на котором я хочу остановиться. Небольшое время, что у нас еще осталось. Это вам очень важно. Итак, в чем принципиальное... Ну, здесь, во-первых, мы сразу уже видим, что Штуров имеет в виду под божественными идеалами, что это сферот, как мы сказали еще на первом уроке. Здесь это уже написано прямым текстом. Но не это самое главное. А самое главное, в чем принципиальное отличие от служения сути божественного и от служения через развитие божественных идеалов. Опять-таки, я немножко опережу, Раф это сейчас скажет, мы это просто сейчас не успеем, что божественные идеалы не растут сами по себе. За ними скрывается та самая суть Бога. Но я к ней прохожу только через путь развития божественных идеалов. В чем принципиальная разница, что называется, проломиться к Богу напрямую в божественной сути от служить Ему через божественные идеалы? Разница такая. В первом случае, Бог, он сущность абсолютно мне чужая. Полностью чужая. Как мы знаем, нельзя зацепиться ни чувством, ни разумом, ни мыслью, ни воображением за Бога. Нельзя его ни понять, ни вообразить, ни почувствовать. А все, что да, это в общем-то неправильно. Бог получается абсолютно чужой. Абсолютно чужой меня пугает. И у меня естественное желание от него побыстрее, подальше смогутся. Особенно, когда мне что скажут, что кроме того, что он абсолютно чужой, он очень могучий. Совсем страх и ужас. Раф это напишет, мы это сейчас недочитаем. Это меня расплющивает буквально, размазывает по землю. Есть в этом тоже плюс. Какой плюс? То есть человек, он больше скотины, чем человек. То вот для скотины такое размазывание, оно вполне ничего. А когда мы служим через божественные идеалы, состояние душевное мы противоположное. Почему? Потому что все божественные идеалы начинаются с моей души, с моего сердца. Я их знаю. Да, я их не знаю в полном, бесконечном божественном раскрытии. Но как-то я знаю, они у меня, заточены у меня в душе, в сердце. Я знаю, что такое правда. Я знаю, что такое мир. Я знаю, что такое справедливость. Я знаю, что такое милосердие. Я знаю. И это служение Богу через развитие божественных идеалов, оно близко мне. Вместо абсолютного чужого я получаю абсолютного своего. Но здесь, наоборот, выход за границей себя, он хороший. Потому что я как бы себя увеличиваю. Я иду от собственного маленького понятия о мире или о правде, допустим, к бесконечно божественному развитию понятия о мире и правде. Это вместо полного расплющивания и полного ужаса, который первый путь предполагает, тут наоборот. Радостный путь, когда человек полный энергии и силы. И он, опять-таки, идеалы здесь, они не заканчиваются в моем сердце. Они там только начинаются. Но это мне, этот рубильник, чужой, свой. Как это все это? Есть обязательно в военном деле развлечение. Свой, чужой, да? Или в иммунной системе человека, опять-таки, свой, чужой. Переключатель, свой, чужой. Когда к Богу я отношусь напрямую, проламываясь, через рву одежду, рву тело сразу в душе, то это получается такой вот камень, который протащить абсолютно нереально. Он очень тяжело протащить. Это у меня расплющиваются все. А когда я иду, то это вот верная дорога, это дорога, которую проламывает, как ледокол Исраиль показывает всем остальным. Когда я иду через развитие божественных идеалов, это мне очень близко, потому что я это все знаю. не снаружи, а из своего сердца и своей души. И поэтому это очень важное предложение. Давайте прочитаем его еще раз именно с конца. Даже божественные имена, согласно Губинатор, символизируют не сущность Бога, но только божественные идеалы, пути Бога, его желания, эманации, эсферот, качество, дорога, врата и лиги. Слабый отблеск идеального устройства, которых запечатлен также в душе человека, которого Бог сделал прямым. Как Бог сделал человека прямым? В чем это прямым? В том, что в сердце человека запечатлено в начальном, можно сказать, даже в потенциальном, по крайней мере, качестве божественных идеалов. Справедливости, прямоты, мира, правды. Мы на этом остановимся. Я здесь, на этой точке запятую сейчас сделаю новую строчку, чтобы мы не забыли. И, в общем-то, на сегодня я, видимо, закончил. Я хочу только, чтобы вы, как мы любим, подытожили то, что мы хотели сказать. Как вам урок, как вам основные понимания то, что мы сегодня. Очень хорошо на этом месте остановиться, потому что это очень важное понятие. Мы вот именно в чем разница между двумя служениями и затронем разницу избранности Израиля и заповеди. Сейчас полминутки. Так, вот, три минуты. Переходим. Да, пожалуйста. Никто ничего не хочет сказать? Всем все понятно. Хорошо. Или все-таки что-то да хочется? Не хам, если что-то говорить, у вас включен микрофон. Ничего все равно. Просто последнее такое закругление, светение вместе этой идеи, оно было очень ясно, мне кажется. Что-то сказать. Вроде бы, как бы… Спасибо. В моей душе вся эта тема вызывает очень живой отклик, могу сказать. Вот просто чувствую, как вот эти идеалы, они наполняют жизнь. Вот, ну не знаю, но оно действительно воодушевляет. Это действительно воодушевляет и действительно как-то структурирует на самом деле опыт духовный человека. Мне так, по крайней мере, вот лично для меня. То есть, те вот добавления, которые добавляю, про то, что Всевышний, он абсолютно чужой, а идеал, это я как бы ворую просто из предыдущей статьи «Знание Бога». Которую мы не учили, ведь мы будем учить после этой статьи, просто там немножко было сложный язык, а здесь нам вводят понятия. Спасибо вам огромное, конечно, за переводы, Ширель, без вас что бы делали вообще. Спасибо. Вот. Кто-то еще? Есть замечания, предложения или ощущения? Хорошо. Если нет, тогда как это? Позвольте откланяться. Спасибо. И с Божьей помощью встретимся на следующем уроке, уже после поста. Следующий воскресенье у нас пост после субботы. Урок, как мы сказали, поднятие души был Бениамина Бен Давида и всех погибших в это время, во время катастрофы и во все времена. Большое спасибо всем присутствующим. До скорой встречи, друзья. Спасибо. До свидания. До свидания. Сомкаль всем, кто посетит. Сомкаль. До свидания.